Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов Ханна Хёк. Настоящее имя Анна Тереза Йоганна Хёк. Немецкая художница, дадаист, мастер коллажа. Родилась семья страхового агента. Мать её была художником и любителем. Уже в 15-летнем возрасте девушка была вынуждена оставить школу, чтобы заботиться о младших братьях и сёстрах. В 1912 году она поступила в Берлинскую школу прикладного искусства. Училась в школе при музее прикладного искусства в Берлине в классе У. Эмиля Орлика. В это время она познакомилась с Раулем Хаусманом и уступила с ним в близкие отношения. Также с Хаусманом Хёк стала развивать художественное направление фотомонтажа. В 1916-1926 годах художница работала для издательства Улстен Верлак. Благодаря Хаусману Хёк в 1917 году познакомилась с дадаистскими художниками Берлина. В 1920 она принимает участие в первой международной дадо-выставке. Начиная с 1920 года стала постоянной участницей ежегодных выставок художественной группы «Ноябрь». Первая художница-феминистка, чьи дикие и грубые коллажи напрямую касались положения женщины в обществе. Я пользуюсь переводной википедией. В 1921 году Хёк и Хаусман расстались. Она совершила поездку в Париж. На обратной дороге на родину художница посетила Пита Мандрианой и членов голландской художественной группы «Дестилу». В 1924 году Хёк участвовал в художественной выставке в СССР. В 1925 выставке, организованной Немецким обществом искусства в Берлине. В 1926 познакомилась с писательницей Тил Бругман, с которой она в 1929 году жила и работала в Гаге. А затем до 1936 года в Берлине. В 1932 году она выставляет свои коллажи в США. Хана с детства, не боявшаяся работы, нашла способ монетизировать свой художественный талант. Она работала для издательского концерна, выполняя самые разнообразные заказы и даже схемы вышивок для женских журналов. В 1933-1945 году ей было запрещено заниматься художественной деятельностью. Работы ей были объявлены относящимися к дегенеративному искусству. Их было запрещено уставлять. В 1937 году она рассталась в Бругман. В 1938 году вышла замуж за пианиста Курта Матисса, с которым жила до 1944 года. В 1965 году Хёк приняли в Берлинскую Академию Художеств. Художественное наследие Хёк весьма разнообразное и принадлежит также различным направлениям в искусстве. 60 лет Ханна Хёк творила, бунтовала, создавала новое женское искусство, воспевающее современную женщину, свободную от правил и запретов. Именно Ханна Хёк была одной из первых художниц, заговорившей о проблемах женщин через творчество. Художница умерла в 1978 году в возрасте 88 лет, достигнув международного признания. Надо отметить, что учреждена премия Ханна Хёк за выдающиеся достижения в искусстве 15 тысяч евро. Но вот немного о Ханне Хёк, немецкая художница, дадаист, мастер коллажа. Все, пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое, смотрим работы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok